В эфире ежедневный выпуск программы День города в студии Оксаны Тебенихина. Здравствуйте! О событиях Рязани расскажут наши журналисты. Смотрите сегодня. Как себя вести на зимней дороге? Рязанские автомобилисты не успевают настроиться на зимний стиль езды. Как людям жить в лягушатнике? Рязанцы вынуждены буквально существовать в ужасных жилищных условиях. В гости к доктору спустя три года в Рязани отметили Международный день недоношенного ребенка. Начнем с новостей с пометкой «Срочно!» На Дмитрия Андреева возбудили еще одно уголовное дело. Теперь бывший региональный зампред правительства обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Андреев в мае этого года, используя свое служебное положение, получил путем обмана от заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Геннадия Ноздрина наличные денежные средства в сумме 500 тысяч рублей. Указанные деньги Андреев использовал по своему усмотрению. Уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбужденным в отношении него уголовным делом по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это получение взятки в особо крупном размере. Сейчас проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Ранее высоко поставленный чиновник обвинялся в получении взятки. Сейчас Дмитрий Андреев находится под стражей. Продолжим. В зимний период автомобилистам не стоит забывать о том, что пора бы пересмотреть стиль своей езды. Не слишком ли он резак и импульсивен? Автоинспекция совместно с волонтерами, студентами автотранспортного техникума провели рейд, чтобы напомнить водителям о том, как следует себя вести в таких погодных условиях. Пытающиеся начаться, как всегда, неожиданно зима, а следовательно и непростые погодные условия увеличили аварийность на дорогах. Водителям бывает очень сложно сориентироваться, особенно в утренние часы, когда еще непонятно, что с дорожным покрытием. Поэтому количество дорожно-транспортных происшествий в нашем регионе с ухудшением погодных условий, конечно же, увеличивается. Так, в понедельник утром в Скопинском районе в ДТП пострадали 11 пассажиров маршрутки. 52-летний водитель, управляя пассажиркой «Газелью», неправильно выбрал оптимальный безопасный режим скорости, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего не справился с управлением и допустил съезд с дороги и опрокидывание своего транспортного средства. В момент происшествия в салоне находилось 13 пассажиров. 11 из них получили травмы различной степени тяжести. Трое пассажиров госпитализированы в больницу, остальным была оказана медицинская помощь. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. А сегодня утром на улице Интернациональной 46-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 64-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу. В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия. Конечно, сотрудники ГИБДД прилагают усилия для того, чтобы снизить аварийность на дорогах. Так, сегодня автополиция совместно с волонтерами автотранспортного колледжа провели акцию, во время которой обращались к водителям с просьбой о неукоснительном соблюдении всех правил дорожного движения, скоростного режима, а также напоминали о необходимости смены шин колес с летних на зимние. Объясняем водителям, когда надо переобуться, если не переобулись, почему они не переобулись. Спрашиваем, что они прибегают, ну, каким мерам они прибегают, когда выезжают из дома, как они соблюдают, подъезжают к пешеходным переходам, к остановкам, маршрутам, транспортам, средствам. Ну, и держат ли они скорость и дистанцию. Словом, будьте предельно осторожны и помните, что дорога – то самое место, где любая ошибка и даже просто невнимательность могут стоить как минимум здоровья, а зачастую – жизни. Наталья Новикова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 17 ноября во всем мире отмечается Международный день недоношенных детей. Он был учрежден в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми. Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными. Другими словами, в среднем это каждый десятый ребенок. Более одного миллиона из этих детей не выживают. А многие страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности. Врачи стремятся привлечь внимание к этой проблеме, в том числе и в России, где количество рожденных недоношенных детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела также растет. В областном перинатальном центре сегодня состоялась встреча врачей и уже подросших ребят, которые при рождении казались практически невесомыми. Букеты цветов и целый зал здоровых и веселых детей. Все они родились недоношенными. Первые месяцы за жизнью многих из них в Рязанском перинатальном центре молились родители и боролись врачи. Начали свое посещение с консультацией в поликлинике. Потом мы здесь родились, родились чуть-чуть пораньше срока, чем положено. Здесь очень хорошие врачи, они нам помогли и ребенку Варваре, и мне психологически преодолеть это. Мы очень им благодарны, вспоминаем о них каждый день рождения. Вообще очень часто, очень им благодарны на самом деле. Она очень любит рисовать, творческая, очень доброжелательная. Каждый человек, который ее знает, говорят, что это самый позитивный ребенок, она очень редко плачет, всегда всем улыбается. Внезапно мы сюда попали с преждевременными родами, родились практически в тот же день. И нам помогли очень хорошие врачи здесь. Нам, можно сказать, повезло. Недоношенными в медицине принято считать ребенка, рожденного раньше 28-й недели беременности. Но сегодня в этот центр принимают и совсем ранних детей. Опытный персонал из современной технологии позволяет вынашивать детей даже с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов. Нам уже есть чем похвастаться. То есть из 13,5 тысяч детишек, которые у нас за это время родилось, 2100 детей у нас являются недоношенными. Но есть у нас еще и такая особая категория – это детишки до килограмма. Их у нас родилось за все время около 150-155 детишек. Добились мы определенного процента, высокого процента выхаживания таких детишек. Большинство тех, кто поспешил родиться раньше срока, в первые несколько недель живут в таких боксах. Кроме всего прочего, здесь учтены температура воздуха, свет, шум. Микроклимат принципиально важен для этих малышей. На сегодняшний день в реанимации центра находится 35 недоношенных детей. Пока маленькие пациенты лежат в палате одни. Мамы приходят к ним пообщаться только два раза в день. В это непростое время специалисты обеспечивают малыша всем необходимым, чтобы он быстрее набирал вес и догонял сверстников. Алена Куколева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Прогресс не стоит на месте, а вместе с ним появляются все более изощренные способы надуть обывателя. Интернет-мошенники не перестают придумывать новейшие методы по обиранию граждан. Сотрудники полиции ведут непрестанную борьбу с такими аферистами. Наверняка многим абонентам мобильных сетей приходили смс-уведомления о том, что они стали победителями различных конкурсов. Но чтобы получить приз, нужно отправить ответное пустое смс. В этот момент не стоит радоваться. Это один из многочисленных видов мошенничества. При выигрышах нужно непосредственно найти в интернетах данный сайт данной организации, посмотреть об участии акции. Возможно, это просто розыгрыш и действия мошенников направлены на завладение ваших денежных средств. Также могут приходить смс, в тексте которых указано, что ваша банковская карта заблокирована. В таких случаях нельзя поддаваться панике и не стоит звонить по указанным в смс номерам. Сперва необходимо позвонить в отделение банка и проверить эту информацию. Затем нужно обратиться в полицию. Еще одна разновидность мошенников обитает на просторах интернет-магазинов. Мошенники обычно находятся в других регионах и используют сотовые связи различных регионов. Например, объявление будет указано на территории Рязанской области, в разделе Рязанской области. А абонентские номера будут различные в других регионах. Например, Татарстана, Самарской области. В данных случаях, когда покупатель звонит и у них происходит беседа, жулики обычно предлагают внести предварительные денежные средства, грубо говоря, чтобы остановить продажу данного предмета. Тоже не нужно соглашаться на такие действия, потому что в дальнейшем они будут требовать еще и еще перечислить. С каждым днем появляется все больше видов мошенничества. Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительнее и оповещать правоохранительные органы о подозрительных посягательствах на безопасность ваших денежных средств. И вновь в нашу редакцию поступила жалоба от горожан на некачественное обслуживание жилья. На этот раз к нам обратились жильцы дома, расположенного по адресу Ушакова, 2Б. Ольга Харламова расскажет о том, в каких условиях приходится жить людям в областном центре в 21 веке. Дом ужасов существует только в сказках? Оказывается, нет. Пожалуй, так можно назвать дом номер 2Б по улице Ушакова. И это уже далеко не фантастика, а условия, в которых человеку жить невыносимо. Такой быт уже просто вымотал местных жителей. И это неудивительно. Как только наша съемочная группа вошла туда, в нос ударил неприятный, тошнотворный запах сырости и гнили. Всюду грязь, обшарпанные стены. А в санузел мы только с зонтиком ходим. Шутят уставшие от всего этого люди. Канализация течет. Но, пожалуй, самое страшное – это подвал. Воды там скапливается по пояс взрослому человеку, вследствие чего там завелись черви. А по всему зданию в любое время года летают комары. Облюбовали дом и огромного размера крысы. У нас здесь раньше была в подвале пилорама с правой стороны. Сухой подвал полностью. Мы следили, чтобы даже комаров не было. На сегодняшний день подвал залит. Труба канализационная лопнула где-то месяц назад. И вся канализация идет в подвал. Там уже черви в воде. Вот такие крысы большие. Куча мышей. Травим мышей и крыс сами. Просто вот складываемся в складчину и покупаем и травим. Но они все равно отпевают с этой водой. И они все равно там живут. Ну вот такие. Отпевают вот такие здоровые. Ремонт тут делать бесполезно. От такой сырости все моментально приходит в негодность. Еще год назад здесь были идеально покрашенные стены. От сырости сейчас они вот в таком состоянии. А вот и кормушки с отравой для крыс. Только эту проблему решать не помогает. Живут тут. В такой полнейшей антисанитарии и семьи с маленькими детьми. А ведь отопления нет в большей части дома. Периодически звоним. Никто не приходит. В подвал вот только откачали воду. А все равно не приходят. Ничего не делают. Ресекция отапливается. Все остальные 10 холодные. Так что же произошло? Почему тут настолько плачевная ситуация? По словам жильцов этого коммунального дома, раньше здание было в собственности на Рязанской ТЭЦ. В это время был порядок. Ремонтировали подвал. И в нем всегда находились насосы для откачки воды. Потом, как рассказывают жильцы, дом передали в обслуживание организации «Классер». И теперь все жалобы остаются без внимания. Сетуют жители дома. Если раньше проблемы у нас с крышей, когда мы на пятом этаже живем, у нас стекло с потолка постоянно. Ну, позвонили, там вроде пришли, решили как-то. Не сразу, но решили. То в этом году вот проблема, как вот с подвалом, у нас нет ни отопления, и звонки туда, они не приезжают и не реагируют вообще никак. Это вот звонишь, да, мы заявки оставили, все, ждите, приедут. Не приезжает никто. Жаловались жители этого дома в разные инстанции. Проблема не решалась. Мы попытались дозвониться в организацию, которая, по словам жителей, обслуживает их дом. Но в течение дня так никто и не ответил. Ольга Харламова, Михаил Лазоткин, телекомпания «Город». Да уж, тут только и остается, что посочувствовать и пожелать скорейшего решения их жилищных проблем. Сменим тему. В Рязани оглашен обвинительный приговор пятерым участникам организованной преступной группы, которые наладили канал поступления синтетических наркотиков в регион и занимались их сбытом. Алена Куколева расскажет обо всем подробнее. На скамье подсудимых оказалось пятеро рязанцев. Они обвиняются в сбытии наркотиков. Самому старшему этой группировки 30, самому младшему 20. Как установили оперативники, молодые люди действовали по четко отлаженной схеме. Ключевую роль играл самый молодой ее участник Баранов по прозвищу «Деловой». Он занимался доставкой из Московской области партии концентрированного наркотика и изготовлением из него окончательного продукта в съемной квартире на улице Горького. Для безопасности адрес проживания Баранова знал только один парень, являвшийся лидером группы. Как самый старший и имевший опыт в коммерции, он координировал действия сообщников, распределял между ними наркотики для дальнейшей реализации. Остальные горе-бизнесмены, имевшие значительное количество знакомых потребителей курительных миксов, напрямую осуществляли сбыт. По итогам рассмотрения уголовного дела, Октябрьский районный суд Рязани назначил двум участникам ОПГ наказание, связанное с реальным лишением свободы. Баранов и Ивлев получили, соответственно, по 6 и 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Трое других участников получили по 5 лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу и обжалованию не подлежит. Это все новости на сегодня. Далее в эфире программа подробностей. К нам в гости заглянул знаменитый журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Александрович Вассерман. Речь в программе пойдет о его легендарной жилетке, о западных партнерах, о судьбе государства. Ну а День города прощается со зрителями. До завтра. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok